всем привет дорогие друзья с вами павел георгиев это видеоблог онлайн турагентства георгиев travel сегодня хочу поднять очень интересную тему на мой взгляд это бюджетные туры этот вопрос всегда вот на протяжении всей моей работы витает воздухе всегда люди хотят купить по максимально выгодной цене максимально хороших я для себя даже разбил по блокам кстати о чем мы в этом видео поговорим что значит бюджетные туры и вот несколько пунктов записал бюджетно для кого-то это равно дешево да а для кого-то бюджетно это горящий тур для кого-то бюджетно это в сравнении с каким-то другим сезоном что в один сезон для кого-то бюджетно а в другой сезон тоже считается не бюджетно соответственно бюджетно смотрят для кого по степени дохода да то есть это могут быть пенсионеры это могут как бы люди быть с высоким достатком соответственно бюджетно с хорошим питанием да то есть это тоже отдельный момент по бюджету бюджет на это вспоминаем прошлые года прошлые поездки до пандемийные цены или еще дальше уходим самое начало вообще полетных программ по турции египту и так далее и соответственно немножко еще есть разделю по тем кто готов купить дороже да но все-таки лучше вот такие вот пункты друзья как раз об этих пунктах в этом видео и пойдет речь ну и давайте друзья начнем самый простой первый наш блок это бюджетно-дешево здесь такой момент сразу проговорю что все конечно комплексно да но не бывает так вот прям жестко разделяется да по всем моментам но я на раб общем как бы свой диалог и продолжу чтобы у вас сложилась к это понятная картинка потому что у многих людей возникает противовес этого всего если не бюджетно значит это сильно дорого или нас где-то обманывают или где-то мы что-то не знаем а должны были знать и поэтому мы возможно дешево не отдыхаем но это такие общие моменты да я уже как говорится их все почувствовал и на себе и со своими туристами да поэтому не очень хочется эту тему поговорить да и поделиться с вами для чего для того чтобы вы осознали может что-то новое увидели по-новому посмотрели да и вам было гораздо проще выбирать туры гораздо проще было обо всем ориентироваться было все намного понятней и удобно но я друзья напоминаю что занимаюсь продажей оформлением туров онлайн по всей россии с любыми городами вылетов у меня все официально договор чек все как положено поэтому друзья смотрим видео дальше до конца я уверен вы подчеркнет не очень много полезной и интересной информации а в конце этого видео я расскажу о интересной фишке особенно для тех кто хочет экономить на турах и экономить хорошо поехали итак друзья бюджетно дешево все-таки люди хотят всегда купить максимально хороший вариант да там пятерка на 14 дней да и all inclusive и соответственно за бюджетом образов 30 тысяч рублей это уже даже анекдот сложился на эту тему но друзья здесь не все вот так вот прям кардинально однозначно да и поэтому я хочу подметить вот такие моменты у нас есть разные города это ключевой момент поэтому от этого зависит и цена как бы это странно не звучало но в москве это самые дешевые туры потому что здесь максимально огромное количество логистики очень много вылетов очень много аэропортов за счет этого как бы цены более низкие потому что есть большая конкуренция да нужно загружать рейсы и соответственно большой оборот и на этом фоне у нас соответственно цены более ниже да хотя на самом-то деле все считают что москва это самый там богатый города остальные как бы более бюджетный логичного было делать наоборот из других городов там из соответственно регионов можно было было дешевле из москвы дороже просто есть вроде как и уровень выше жизни но тем не менее вот так у нас картина развивается и поэтому когда люди приходят и как мы хотим более выгодно конечно же сразу первый момент более выгодно это из москвы это практически всегда за редким редким исключением когда могут быть туры по цене примерно похожие это бывает по самаре в москва вот самара москва казань бывает примерно похожие цены вот но если мы смотрим дальше новосибирск там хабаровск дальний восток там конечно уже как бы не так бюджетно но опять же смотря что сразу если мг о таиланде то таиланд например с вылетами из хабаровского востока иногда бывает даже дешевле чем с вылетами из москвы потому что лететь чуть меньше да и поэтому цены соответственно более интересные вот но у нас сейчас в данный момент друзья на дворе у нас конец июля 23 года поэтому с еще не все рейсы запущены не так много рейсов соответственно выполняется даже в таиланд с дальневосточной сибирской части хотя уже есть но тем не менее мы ждем мы ждем мой любимый хайнань и думают все наверняка что он тоже будет дешевым но это все еще впереди я для этого отдельно вас все оповещу расскажу и по ценам отдельно по хайнань и поговорим поэтому друзья в первую очередь по бюджетности по дешевизне я бы хотел подчеркнуть главное что это все зависит в первую очередь города вылета второй момент который сильно влияет соответственно на цену это конечно время когда вы покупаете тур это тоже очень важный момент потому что я знаю что многие там а я ранее бронирование дано у вас чем-то опять произойдет там и мы никуда не поедем это я уже слышал тоже миллион раз друзья у нас уже по-моему все что в англо случится уже случилось было и пандемия и соответственно и свой начало и курс у на скакали поэтому в принципе уже все понятно все адаптировано и в общем то все как бы логично и одно из другого вытекающие то есть нет такого что как бы что-то произошло и все полностью все отменили все потеряли деньги поэтому за это стоит не переживать и поэтому все-таки ранее бронирование она имеет смысл особенно на такие направления как таиланд например на весну как турция на лето сейчас многие скажут да она сейчас дешевеет но тем не менее многие люди у меня вот я даже так скажу все те люди которыми забронировали турцию в октябре и ноябре и декабре и январе они не проиграли по цене никто абсолютно никто даже сейчас несмотря на те курсы да у них у кого-то там была недоплата не по на курсах переплатили потому что была минимальная предоплата но тем не менее если бы мы просто пришли бы сейчас бронировали то мы бы ничего абсолютно не сэкономили так что вот так друзья и это практически по всем направлениям я скажу про себя что я планировал на этот год на июнь месяц таиланд я его забронировал в январе и думаю но если что откажусь месяц до вылет там максимально безболезненный отказ думаю посмотрим получится не получится но я скажу так что я когда все-таки решил отказаться я решил сравнить цены по всем операторам дай там бронировал на фонсане по моему да там была минимальная предоплата вот я сравнил в любом случае было дешевле и примерно было почти на 20 процентов выгоднее чем бы я пришел бы и в этот май месяц бронировал на июнь хотя это считается не сезон поэтому друзья раннее бронирование максимально всегда дает более выгодную цену здесь сразу же проговорю что я понимаю вас тоже что сейчас как бы у всех планирование этого полтора часа и все да там два часа как уже шутка ходит и все вот такой горизонт планирования но тем не менее планировать надо потому что вы хотя бы подстроить и весь свой жизненный крыться план некоторые месяца вперед под этот отпуск поверьте как только у вас появляется дата путешествия вы сразу станете сам организованным собранным и вас начинается все лучше получаться никто не заставляет вас кстати это путешествие выкупать всегда есть возможный отказ да там есть небольшие штрафы но тем не менее за месяц до вылета всегда можно отказаться и не лететь никуда но ощущение того что у вас уже есть тур от ощущение того что вот вы уже скоро полетите и надо готовиться и к путешествию и до заработать если там доплатить за тур и так далее так далее это как бы внушает на самом деле очень много энергии вдохновения и так далее поверьте это прям не только на моем опыте проверен так что вот так друзья что касается дешевизны это вот главный момент второй момент конечно же это я говорил горящие туры горящий тур это прям отдельная история которая уже смиксовалась с не брендом а с лозунгом да то есть вот такой лозунг у такой маркетинговый ход горящий тур агентство горящих туров агентство и супер горящих туров там и так далее да то есть банки всяких горящих туров это все как бы конечно сформировала какое-то мнение что в одном турагентстве обычные туры а в другом только по горячим ценам это абсолютно неправильная история и те же самые банки горящих туров и горящие путевки все с тем связанные название они продают абсолютно те же самые туры на раннем бронировании все остальное но у них вот такой маркетинговый ход с точки зрения привлечения клиентов это означает для всех что-то типа дешево да у нас дешево приходите к нам у всех типа дорого на самом деле это абсолютно не так цен абсолютно одинаковый а то что есть горящий тур мы сейчас с вами друзья проясним настоящий горящий тур это вылет завтра но максимум послезавтра это вылет ближайшие даты при условии того что рейсы реально горят то есть есть большой объем перевозки и как мы помним самом начале сказал это как правило москва да по что очень много-много рейсов стоит их надо загружать и соответственно более низкий спрос туроператор нечего делать и они соответственно начинают снижать цены для того чтобы загрузить рейс и это является горящий тур но друзья один есть момент я вот только сколько затем слежу здесь есть нюанс нет такого что например осталось на рейсе там 10 мест это еще может не горящий тур и горящий тур может быть 5 мест 2 или вообще одно имейте ввиду что когда приходит запрос типа нам горящий тур 3 взрослых и 5 детей и мы все хотим купить это ну практически нереально да то есть ну на 2 на 3 человека но максимум 4 может быть да можно успеть поймать хорошую цену но такие большие составы и еще особенно горят нам горящий тур через два месяца таким-то состав но это как вообще не то это вообще не туда поэтому друзья что касается еще раз горящего тура это вылет последний момент и вот какое наблюдение туроператор делает психологически так то есть продают 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 и видит нет загрузочки даты близкие у них обычно коридор вот этого времени понимания чтобы продать у них же тоже задачи нету чтобы продавать в последний момент за 3 копейки как бы у них горизонт планирования операторов я скажу вот по себе где-то около трех недель то есть не понимает учение трех недель они загрузили самолет на какой-то процентную большую часть начинается корректировка цен если все окей корректировки цен никакой нет друзья и все ближе к дате только дорожает это правда абсолютно и нет такого что типа любой тур ближе дать и дешевеет нет конечно то есть египет сейчас прекрасно грузится извиняюсь так что друзья давайте разберемся по цене как у операторов она двигается то есть у оператора начинается продажа где-то горизонт как горел где-то около трех недель они начинают понимать что у них с продажами потом соответственно они берут если у них загрузка слабо начинают понижать цену и когда видит что на понижение цены начался высокий спрос снова они резко снова поднимают цену тут остается совсем мало мест люди говорят ой-ой-ой-ой все начинает дорожать надо быстрее брать и выкупает последние места по дорогой цене вот обычно вот такая вот кривая у нас получается практически всегда по всем турам абсолютно вот я смотрю это в основном динамика такая но еще раз есть исключение где в принципе никакой динамики в такой нету до провала обычно бывает идет 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 цена остается мало места цена повышается 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 заканчиваются места совсем таиланд египет то есть там где мало рейс обычно так всегда есть то же самое касается высокий сезон высокие сезоны понятно нас лето до турция это у нас как бы осень весна это соответственно там эмират и египет это зимний сезон там по азии по там такого вообще нету друзья там просто идет цена 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 кто раньше забронировал помните да я говорю у того цена хорошая вот я вам грант даю кто сейчас шри-ланку бронирует например да на осень на зиму соответственно цена будет сейчас максимально лучше потому что потом цены то и не будет она будет дороже и я даже вот такой еще совет даю тем кто раннего бронирования сильно боится еще раз повторюсь забронировать соответственно и смотреть за ценой если за месяц до вылетом понимаем все цена рухнула и выпивая ее и переплатили отказывайтесь от тура заплатить эту цену которая там будет штрафом это обычно 50 долларов плюс-минус и покупайте по более выгодной цене но сейчас операторы тоже не дураки они сделали акцию в том числе если цена упадет мы гарантируем пересчет они пересчитывают и соответственно на самом деле такие цены никогда не падают здесь сразу ремарочку ставлю исключение таиланд таиланд в этом сезоне 23 осень зима достаточно высоко по цене поднялся я с вами абсолютно согласен кто смотрит по ценам и есть такая скажем информация что оператор точнее отельеры очень сильно свои хотелки завысили также как это было по турции и есть такое мнение что эти цены потихонечку ближе к сезону начнут отыгрываться но друзья не забывайте что не на новый год не на новый год точно так что это можно ожидать там на ноябрь на декабрь может быть там на октябрь какие-то такие месяца но никак не на новый год и конечно же не на март месяц это супер высокий месяц по загрузке февраль тоже то же самое касается мальдив это же высокие месяца как и по таиланду вот так что с горящими турами вот так все выглядит поэтому если кто-то хочет горящий тур поймать нужно бесконечно каждый день сидеть на мониторинг и мониторить как бы оператора да и такая сложная на самом деле работа потому что горящий тур может выставить выставиться на несколько минут да то есть реально прямо смысл несколько минут вот буквально честно сегодня у меня была ситуация люди говорят все мы хотим сегодня вылететь я открываю уже нет сегодня завтра давайте завтра ну ранний рейс мы начали смотреть ранний рейс пока мы сидели смотрели пока мы скинули паспортам и все раннего рейса нет потому что другие люди тоже смотрят смотрят что самое лучше взять пораньше раннего нет все осталось то что осталось в обеденное время вылет уже как бы неудобно у людей короткий срок ну вот и остается куда деваться и все равно купили, но при этом, замечу, цена не падала вообще, просто закончились хорошие билеты, еще получше билеты, остались так себе билеты, и они тоже уйдут, потому что их осталось совершенно мало, так что вот так, я абсолютно не придумываю, сейчас можно сказать, это он специально сейчас рассказывает, что продать подороже, вообще нет, друзья, абсолютно нет, я рад, когда вы покупаете дешево, и вот, кстати, в конце этого видео обязательно расскажу, чего я хочу поделиться, чтобы вы точно знали, когда можно купить дешево, но пока мы с вами идем дальше, и у нас с вами друзья, пункт по горячим турам, я думаю, мы закрыли, это история, а вот, сейчас дам совет, еще один по горячим турам, горячий тур нужно мониторить всегда, бесконечно, и если вдруг что-то выпадает, нужно моментально связываться там со мной, и быстрее, скорее бронировать, потому что это ненадолго, он не может стоять очень долгое время, потому что когда цену скинули, значит быстро догрузить рейс, и соответственно все, вот, и еще один момент подскажу, у меня есть телеграм-бот, который мониторит горящие туры, соответственно, вы можете ему поставить задачу, и он будет за вас мониторить, как только цена упала, она автоматически приходит вам уведомление, цена снизилась, вот, пожалуйста, переходите, но здесь опять же, друзья, вопрос скорости, увидели, снизилась, все устраивает, бегом звоним, и начинаем бронировать, не надо дождать там 2-3 дня, а потом звонить, вот мы тут видели, на той неделе горящий тур был, вот, можем мы его взять или нет, конечно, его уже не будет, так что вот так, друзья, вот такая картина по горящим турам, и я хочу плавно перейти, тоже такой, знаете, на самом деле большой тем теме, по поводу бюджетности, это бюджетно, в сравнении, я вот здесь хочу заметить, от времени, от отеля, да, и, наверное, даже от сезона, слово бюджетно, поясню, во что я хочу сказать, бывает, приходят ко мне люди, говорят, мы хотим слетать там на Мальдивы, у нас там бюджет, там, образно, 500+, как бы хотим вот это, вот это, вот это, ну, все понятно, и, например, эти же люди говорят, хотим слетать в Турцию, у нас бюджет, например, 300, я, можно было сказать, ну, почему там 500, а здесь 300, ну, мы не готовы платить за Турцию 500, как бы, да, за Мальдивы есть, как бы, а за это нет, и вот тут возникает как раз вопрос тоже бюджетность, для кого-то Турция за 200, это бюджетно, Мальдивы за 500, это тоже бюджетно, да, потому что Мальдивы могут быть и миллион, и полтора, но здесь еще вопрос, видите, не все готовы платить ту сумму, которая, как бы, стоит некоторые туры, потому что есть, как бы, прошлый опыт, да, понимание, сколько это реально стоит, кто там уже был и так далее, и вот такая, как бы, такой вот немножко дисбаланс возникает, и иногда, да даже иногда, очень часто ко мне бывает обращают туристы с таким запросом, нам вот, ну, не важно, какое направление, пусть это будет Египет, Турция, там, Таиланд, не важно, Шри-Ланка, ну, бюджетненько, и ты, как бы, думаешь, как бы, про свое бюджетненькое, да, как бы, а он про свое бюджетненькое, и тут, как бы, всегда я стараюсь уточнить и понять, а что вы поджимаете бюджетно, давайте поговорим вообще о том, чего вы хотите, и тогда, как бы, я пойму, я всегда так диалог начинаю, вот, друзья, я давно, когда только начинал туризм, кстати, ремарочку сделаю, я ходил по турагентствам, пытался, как бы, ну, посмотреть, у кого какие-то фишки, может быть, еще, но мне интересно было, опыт у кого какой, и выяснил, что все оффлайн-агентства, ну, большинство, ну, мне так, может быть, везло, работают от бюджета, ты заходишь и говоришь, здрасте, я хочу, там, полететь с семьей, они тебе говорят, хорошо, сколько у вас денег, какой бюджет, ты такой, да, я не знаю, как бы, ну, как бы, как-то ошарашили, да, почему, это, такое ощущение, что к тебе подошли и сказали, так, ты, сколько у тебя денег на карточке, покажи мне, там, свой мобильный банк, да, примерно выглядит так, чувствуешь себя, как будто голый, да, то есть, как-то некомфортно, вот, поэтому я с туристами своими обычно общаюсь по принципу, друзья, скажите, пожалуйста, что хотите вы от отдыха, вот, что идеально для вас отдых, да, и даже если человек говорит, мы что-нибудь бюджетненькое хотим, вот, я тоже из примеров все, могу уже себе жизненные примеры рассказывать, мы хотим на Шри-Ланку, бюджетненько, нормально, аутентичненько, я говорю, давайте созвонимся, поговорим, поговорили, и выясняется, что мы хотим бюджетненько на первой линии, чтобы было минимум завтрак-ужин, чтобы в отеле, как бы, было по минимуму народа, чтобы было тихо, спокойно, и, как говорится, птички поют, при этом нам бы желательно сделать индивидуальный трансфер, и чтобы мы никого не ждали, вот, понимаете, и ты понимаешь, что, ну, это не то бюджетненько, когда человек говорит вообще куда угодно, лишь бы выйти на море и как бы просто цена и мы начинаем когда разговаривать там дальше по бюджету выясняется что не такой-то у нас и маленький бюджет принципе у нас вообще нормальный достаточный выбор и все нормально складывается вот и здесь также к этому пункту добавлю еще один пункт нам бюджетника я иногда спрашиваю а какой потолок бюджета но плюс-минус и люди называют ну вот шри-ланка думаю все знают примерно по ценам сейчас она стоит примерно 150 на двоих примерно да где-то вот таком диапазоне вот а люди не больше трехсот бюджетника вот как бы тоже ты не понимаешь а бывает наоборот на ситуация носить обратно бывает совсем наоборот люди пишут так нам первая линия ультра all inclusive максимальный сервис чтобы у нас там было чуть ли не кабана вот эти знаете отдельные скажем шезлонги включены в общем вот это все на двоих взрослых двоих детей и ты такой начинаешь ну все отличный заказ супер класс все работаем да думаешь сложно и надо поработать и как бы вроде как объемный начинаешь искать варианты подыскивать скидываешь а там ой-ой-ой-ой-ой у нас бюджет 120 если понимаю что за эти 120 тысяч тебе даже тройку с натяжкой можно предложить такое очень часто друзья бывает и якобы никого не виню но как бы вот такая вот картина она вот так вот обычно вырисовывается частенько так бывает это уже вы знаете в туризме вообще можно всякие такие анекдоты да и легенды или фразы оставлять но их поймут только турагенты для туристов это не понять но есть такие моменты интересные забавные вот я в ни в коем случае никого не осуждаю за это даже когда у человека нет денег там бюджет или ограничен мне вообще нет никакой как сказать градации людей на с деньгами или без денег я абсолютно одинаково подойду к человеку который выбирает абхазию за двадцать тысяч рублей или он выбирает как бы мальдивы за миллион рублей я по максимуму уделю и тому время и тому времени и как бы исходя из этого посмотрим почему потому что я сам по себе такой человек да я сам не люблю когда мне относятся по какому-то критерию да вот опять же буду примерами вас говорится задавливать у меня вот тут возле дома полгода назад открылась кофейня открылась кофейня небольшая там что-то пирожные тортики были ну и в общем я хотел зайти в этом кофейня и чуть прикупить но я тут что-то занимался и в общем я был как говорится одет ну как попало зашел а там них было открытие и чё-то как-то знаете ко мне так принадлежительно отнеслись и вообще не понял с чего думаю ну ладно и думать я то хожу конечно нет в общем я такого отношения не люблю и сам как бы такое отношение соответственно не даю да то есть якобы сюда стараюсь позаботиться по максимуму о своих туристах вот я думаю они сами это скажут вы можете зайти на яндекс написать георгиев travel и почитать отзывы что пишут туристы это по моему самая лучшая обратная связь что может быть я обычно вся туриста прошу не писать по возможности типа все было хорошо прекрасно супер привет да опишите какую-то ситуацию которая была и как-то решилась или еще что-то ну так будет просто людей другим людям более понятно и наглядно вот и вы дорогие то есть это со мной путешествие тоже было бы ну приятно такие бы комментарии оставлять в отзывах я как бы всегда их читаю и смотрю правда не всегда бывает быстро отвечаю но я всегда читаю и просматриваю и бывает прям очень конструктивно понятно и они как сказать вот есть такие как бы просто комментарии для комментариев как бы ну ничего не дают а есть прям которые для других туристов очень важны вот поэтому вот такой момент да поэтому ушли немножко в сторону до темы что есть бюджет для кого и соответственно цена может быть разная забота будет одна но и соответственно по поводу туров я хочу тоже понимали опять же вот нюанс по бюджетности например то что стоит с москвы например с новосибирска будет стоять совершенно другие деньги один тот же отель и по ощущениям будет что-то ух какой классный отель сколько он дорого стоит за счет полетной программы да он подорожал вот а из москвы это будет стоить намного дешевле ну то есть реально может быть там образно там 50 тысяч это с москвы из регионов это может быть там 100 120 ну конечно значительная разница и как бы и ощущение того должно быть что это самый классный отель да поэтому очень часто бывает что он все-таки люди из регионов из других далеких с хабаровского дальнего востока там но тоже не все с деньгами там огромными как мы понимаем да не все там воротят да вот и есть люди которые еще до москвы летят из москвы потом в турцию летят понятно что им нужно максимально сэкономить и тур выходит так как бы как золотой но отдохнуть конечно хочется просто дальневосточники например обычно берут ну минимум две недели какой смысл лететь на меньшее времени и конечно мы часто берем с москвы и соответственно летим туда там уже разлетаемся в разные направления эмираты будь то или турции египет обычно кстати так выгоднее и очень часто с дальнего востока люди субсидированные билеты покупают и мы летим туда в общем резюмируя по вот такой бюджетности здесь как раз такой золотой середины нет но она наверное вот где проходит что есть какая-то разумная цена разумная цена и вы наверное как турист вряд ли это увидите да но я вот обычно своим туристам всегда гордать посмотрим что там по цене я смотрю и я же динамики постоянно смотрю разные города разные отели разные страны мне все равно как бы открыться насмотренность это есть я смотрю его подождите это вообще неадекватная цена и давайте лучше вот это возьмем и а бывает вообще супер цены вот например летом на эмираты цены вообще прекрасные на такие варианты которые просто ну как говорится осенью там зимой вообще эту цену не взять а еще бывает друзья так что один отель например может стоить дешевле чем отель гораздо хуже а гораздо хуже отель стоит вообще недавно для непонятная картина почему так бывает поэтому ну прям зашкварный отель а у него ценник намного выше хорошего и к сожалению некоторые люди думают что раз цена у него выше может быть он лучше а тот отель который гром классный действительно хороший люди горят ну а чужого стоит дешевле но плохой что-то там не так да и начинает как бы в этом ковыряться хотя это вообще абсолютно не так и здесь еще хотел добавить одну ремарочку раз мы говорим кто где какой отель это отзывы это конечно вообще отдельный блок но я кратенько скажу отзывы на отеле формируют 50 процентов другие отели я честно скажу и конкуренты это в основном чтобы читать реальные отзывы я вот наверно кратко чтобы не размазать тему скажу старайтесь читать отзывы об отелях на букинге с разных стран люди приезжают пишет если там есть отзывы на букинге залезьте не поленитесь почитайте там будет более объективная информация по что на букинге нельзя оставить отзыв если ты в отеле не жил а если в отеле жил и оставил отзыв значит он какой-то максимально ну адекватный будет вот какой-то ну конструктивно не так что жуть есть нечего мрак отстой плохо не надо не едьте и все как бы так часто формируются рейтинги я вот примером приведу опять был в эмиратах прошлом году открылся отель моим пик прекрасный отель нового отеля июль 22 года он открылся ну вообще все классно и первые же отзывы у него рейтинг 3 чем-то и ну типа там отзывы не что он там заказуха видны там есть ничего чудо плохо ничего нету там все есть там шикарный отель а вот люди смотрели на рядом стоящие отель хэмптон у которого рейтинг был 4 там чем-то из пяти и бронировали с удовольствием хотя и от цена моим пика в тот момент пока он открылся было сильно ниже сильно ниже но при этом он гораздо круче был чем хэмптон и по территории ну даже можете зайти посмотреть по эмиратам хэмптон-байхилдон и моим пик соответственно намажение не оба намажена эланди находится и посмотреть но они вообще рядом не стоят ни по территории не по уровня не по всему но вот такая вот картина и вот так вот как говорится турист выбирает вот так что вот такое вот хотел вам экскурс вести и давайте поедем дальше я просто хочу тему разобрать друзья обязательно подпишитесь на канал я знаю что очень многие меня фоном слушают где-нибудь да пожалуйста я не против но мне интересно поделиться потому что но это частые запросы действительно это частые вопросы для кого то это уже все пройдено для кого-то это понятно для кого-то очень много нового из этого вот хотел еще да ну в принципе я вот хотел еще привести пример по уровню дохода здесь тоже все в принципе понятно и думаю что есть смысл разжевывать здесь единственное я что могу сказать те люди которые реально хотят сэкономить точно на не надо ждать горящих туров точно надо делать раннее бронирование планировать потому что самое лучшее путешествие обычное бюджетно но как правило запланировано и я еще раз немножко интригу повешу и в конце видео расскажу как точно можно запланировать выгодные туры но тем не менее все это надо запланировать опять же у кого бюджет ограничен я рекомендую делать такую вещь как не знаю в банке откройте себе копилку откладывать какой-то процент постоянно на входящие деньги или зарплату вас или каких-то других доходов постоянно что подкладывался вы не трогали хотя бы не знаю там по 10 процентов я думаю многие это делают это ну совет не ноу-хау но тем не менее очень классный совет полезно и многие так пользуются и потом оп а такая сумма и уже есть и уже как-то можно что-то рассчитывать то что когда ты работаешь работаешь там все поехали от открываешь и думаешь блин а вот и на это на это надо это не отложено непонятно и бывает сложно принять решение вот ну а тем соответственно кого бюджет позволяет даже честно скажу у кого бюджет даже не ограничены я даже такие у меня такие туристы есть но они все равно не раскидываются деньгами они всегда пытаются купить разумное решение по разумным деньгам и я скажу точно вот всем тем кто экономит на турах и хочет дешево стоять я скажу все те люди у которой с деньгами крыса все в порядке они не задумываются практически о стоимости тура всегда бронируют заранее всегда и там сто процентов скажу нет ни одного человека который планирует там тур газа 500 тысяч плюс и такой павел завтра все летим давай горящий за 500 какого не бывает честное слово все планируется заранее они думают так мы поедем туда или туда дальше они уже по ситуации смотрят кто-то делает страховку от невыезда на всякий случай форс-мажора да кто-то просто как ладно если что-то планы изменились там скажите когда можно отказаться скорректируем все может быть что-то другое выберем но это делать все заранее и там точно скажу это вот прям однозначный совет для тех кто хочет сэкономить это не пропаганда раннего бронирования реальный факт как бы лично для меня сразу скажу по поводу раннего бронирования нам за это туроператоры специально сверху не доплачивают предоплата честно откровенно скажу она всегда минимальная соответственно чтобы нам заработать деньги мне как турагенту менда чтобы заплатили полностью за тура это будет через полгода лично мне ну как говорится если смотреть финансовую такую меркантильную точку зрения не очень ты интересно раннее бронирование потому что человек который пришел ко мне сегодня улетает ближайшие дни он оплатил полностью стоимость тура и я соответственно сразу заработал а тот человек тролльта через полгода но соответственно заплатить через полгода до общую сумму тогда только за работы поэтому если вы думаете что я это пропагандирую потому что мне это прям супер важно и интересно нет я просто хочу чтобы вы сэкономили то есть имеет интересно с точки зрения чтобы вам был хороший тур по хорошей разумной цене вот это мне главнее да и тогда я готов подождать легко свои деньги потом но знаю что вы будете довольны а если чисто меркантильный интерес взять и финансовый он не имеет никакого смысла для турагентства бронирования на раннем для оператора да они понимают загрузку они понимают как им выстраиваться и планы маркетинг загружать рейсы и так далее а для турагентства это как бы ну не имеет никакого значения честное слово вот идем дальше еще такой интересный момент я говорил это бюджетно но с хорошим питанием это такой пункт тоже интересны бюджетно или мне какую-нибудь троечку но новенькую свежую с хорошей едой я понимаю про что люди говорят честно понимаю но не всегда вот это все сходится бывает но не всегда я опять же примерами вам буду говорить я кто приехал в грецию и снял машину думаю мне надо ничего дорогой чего возьму чего возьму и взял хостел хостел был прям классная кухня при них такой мини кафешечка ресторанчик соответственно были сладости всякие разные вкусные и стоил вообще три копейки где-то даже видео у меня на канале то есть салонники приезжал это да но здесь видим очень много должно сойтись потому что такие отели если они реально есть они очень часто не продаются операторов и такие-то мини-отельчики бывают они продаются там на букингах и других системах да они не стоят бюджетника на самом деле они как бы такие цена-качество вот мы в турции были позапрошлыми в прошлом году когда мы ездили были в анталийском побережье там район в ларию нет не в лари в общем район делать на скале забыл как он называется ну ближе короче к лари но не там 9 1 линия в общем поняли меня да там был отельчик и мы заехали в него у нас там друзья жили мы решили тоже рядышком заехать остановились на пару дней был классный уютно отельчик вообще супер завтраки знать такие по-домашнему все вообще классно да можно сказать но вот это не тот вариант который на пакетных турах это а с другой стороны в этом отеле как бы и весь период проживать тоже как бы как бы нет на 1 смысла потом я увидел это кстати отель на следующий год выставил туроператор но он так быстро подался по что его и так загружают нормально у них есть скажем так своя аудитория другая до которая там бронируется и таких вариантов ну не очень много правда они есть но не очень много то же самое касается вот мы в этом году тоже были остановились в тоже в турции как пример район калейчи просто там эти отели разбирают там мало номеров там 20 10 номеров этих каждом отельчике приехали а есть есть хоп мы на букинге забронировали заехали тоже все классненько уютно по домашней но тоже не на каждый день это же наверное если считать в общем если вы поехали на 10 дней то это не очень-то и бюджетненько поэтому я к чему к тому что вот такие варианты они есть сказать что они бюджетные нет бывают классные тройки с классным питанием но они не бюджетные из эти деньги можно взять пятерку вот чем прикол то как говорится вот но иногда варианты бывают честно иногда варианты бывают но они на больше относятся на мой взгляд цена-качество например бывает классный отель и чуть не знаю сейчас сезон турции идет идет турции очень много примеров например идет сезон и есть вот отель например в кимере акка кларус он принадлежит к сети акка акка алинда и акка антедон и соответственно из акки алинды в пятерке все что готовят повара ресторанная еда она вся оказывается в четверке новая не та которая полностью готовит она оказывается в четверке то есть в четырехзадочном отеле еда как в пятерке вторая линия цена приятная намного ниже чем акка алинда и то же самое море но вторая линия 5 минут пройти классный вариант я в этом году очень много туристов тоже отправлял ну и таких примеров на самом деле очень много то же самое можно там сказать и по азии да и я по хайнане своему любимому могу такие же варианты сказать то есть много таких есть примеров когда ты выбираешься на качество и как бы локация удобная цена классная и как бы вот так все супер складывается и по идее все хорошо а бывает друзья и наоборот многие тянутся каким-то супер классным вариантом дорогущим там пятеркам а там бывает не очень бывает так честное слово потому что здесь еще видим момент такой проговорю по еде важны это все зависит от опыта путешественника вот я например с одной стороны избалованный путешественник какой-то степени да ну как не избалованный а видавший да вот так правильно сказать я разные видел отели и как бы 5 и делюкс отели и три звезды и хостел и всякие разные меня есть чем сравнить и когда я заезжаю в какой-то отель вот особенно в рекламных командировках когда мы ездим к ним ты уже так от носила фу да чё это за пятерку на цену смотришь думаешь за нифига себе она стоит за что здесь платить то вообще не все и как бы не рекомендуешь как говорится после этого но опять же а другой зайдет как бы кто там никогда в жизни не был скажут вообще прекрасно ну она так и есть потому что все зависит от опыта я когда первый раз жизни прилетел за границу и я жил в трешке на all-inclusive я сказал вау вот это вообще красота кайф да но сейчас я понимаю что это как бы вообще ну как бы ни о чем да вот и здесь еще один какой момент хочу подчеркнуть по поводу вот это еда дешево бюджетно хорошо один момент такое тоже интересно недавно был я смотрел отели на завтраки опять же примеру там турция здесь видите просто турцию можно сравнивать она как бы разношерстная да то есть есть как бы где поесть и так далее в египте например выйти за территорию практически негде да поэтому по египту лучше брать отеля на all-inclusive и нет выходить не куда там можно идти пару ресторанов некоторых местах но это не та история в которой вы будете каждый ходить это вообще не так то есть вот давайте чтобы турции отойти в египте брать отель не на all-inclusive это не практично точно не практично поэтому и лучше в египте брать отель с уровнем от четырех или пять лучше определенных сетей джазы классные отели альбатросы джазы выше альбатросов по качеству по сервису везде классные было всех джазах очень классные отели альбатросы тоже классный но они я бы им везде четыре звезды прерисовал нигде бы пять бы не поставил честно вот санрайсы классный то есть питание везде супер да но мы сейчас не про отеля говорим я в принципе про качество питания говорим и цену и вот в чем наблюдение но опять вернусь в турции можно взять отель хороший но у него не может может быть не all-inclusive взять его завтрак или завтрак-ужин а остальное питаться в другом месте и если мы посчитаем что бывают такие варианты что берем отель я так часто тоже делать берем отель хороший нормальная удобная локация на завтраке цена а рядом стоит отель на all-inclusive цена может быть в пять раз в три раза дороже рядом а у тебя отельчик маленький на завтраке ты за эту разницу в цене можешь ходить в любой ресторан есть все что угодно тебе захочется и мы даже понимаем что если мы в трешке бы взяли например all-inclusive мы понимаем что он вообще не то что я пойду там в кафе есть она в кафе лучше будет как ни крути ты можешь сам выбрать шам посмотреть какие-то десерты еще что-то там если опять же например турции смотреть будет гораздо лучше так что касается вот этой истории я бы как бы вот давайте срезюмируем чтобы вас каши не было есть вариант классных отелей где цена качество совпадает очень хорошо бывает но за это как правило надо и доплатить вот этот дисбаланс что классно 3 классное питание дешево он обычно не совпадает классный отельчик маленький классное питание цена высокая или наоборот как бы цена низкая питание еще ниже отельчик вроде ничего а бывает еще хуже здесь вот такой балансом практически невозможно вот я говорю пример есть некоторые четверки до которые вот но это как бы больше исключения но вариант такие найти можно поэтому резюмирую этот блок если вы сомневаетесь или что делаете лучше сюда проконсультироваться потому что турагенты они частенько ездят но я сейчас и про себя говорю да смотрят выбираю да не только отзывы читают то что очень часто бывает так вот я опять примером приведу ездил я в первый раз в эмираты в командировку рабочую 70 отелей было очень насыщенно плотно интересно я до этого посмотрел вебинар одного из туроператоров который рассказывает по всем эмиратам отелям вот вообще все все рассказал я откуда понятно поехал вот вообще все что он говорил ну вот вообще не совпадает но я не знаю как он говорил вы знаете наверное как телемагазин типа посмотрите как классно здорово супер супер класс супер 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 покупай вот эти рекламные ходы вообще не люблю и как бы я люблю атмосферу и ты к приезжаешь ты понимаешь здесь атмосферы нет неё ноль я понимаю что у них контракт хороший там на отель и еще что-то да там и они хотят продавать но это вообще ни о чем и вот так часто бывает и как правило мое видение атмосферы отеля место очень часто совпадает видимо их туристов и кто покупает тур у меня обычно это то что надо было я стараюсь всегда примерить не только как турагент и продавец туров но и как турист я всегда смотрю с этой точки зрения в первую очередь как турист смотрю насколько мне комфортно насколько мне интересно сколько есть классно качественная еда тот 5 10 потом как говорится перри воплощаясь в человека который должен то все продать и начинаю выдергивать те моменты которые важны для туриста и показывать их лицом вот так вот друзья но я думаю вы обзоры мы видели примерно то же самое делаю хотя иногда можно такой обзор снять у меня был обзор помню на час ну это нормальный обзор но я понимаю что час смотреть не каждый будет вот но тем не менее так друзья надеюсь вы еще не устали друзья напомню что у меня есть телеграм-канал там все очень коротко и по делу один раз в день пишу никакого спама это не чата канал можете подписаться весь qr-код георгиев travel находите подписывайтесь все новости ссылки на какие-то новые видео какие-то моменты какие-то голосовушки иногда записывают а чтобы было тоже полезно и приятно и понимание было вот ну и друзья соответственно там в принципе практически заканчиваем у нас осталось еще немножко пунктов люди очень часто выбирают туры со своим старым опытом и мы говорим о том что они сравнивают цены когда-то было там я тоже так приятно вспоминаю когда-то я на корфу ездил за 13 тысяч рублей один но я понимаю что сейчас это нереально но это нереально просто был горящий тур у меня была виза и соответственно в последний день вот этот горящий тур я соответственно сел сейчас тоже есть кипр дешевые пожалуйста но у вас нет визы а визы сейчас делают под даты тура как правило но если у вас есть виза можно все ждать кипр в последний день за два дня до вылета он упадет в цене в два раза почти и можно купить такое есть да он с пересадкой щас про долетает но есть так что вот так друзья и я здесь что скажу все что было в прошлом с одной стороны это классно это стать как хорошие воспоминания да с другой стороны у нас есть новые реалии новые места и я бы здесь как бы думал не мерил бы типа по старому мерке вот типа когда-то я был в турции за столько ты его сейчас за турцию я столько-то не готов платить или когда-то я был в Египте, сейчас я готов платить, или вот Хайнань, я помню, был, мы там были две недели за 50 тысяч рублей, а вот сейчас, я здесь предлагаю, в первую очередь, чтобы эту историю у вас, как говорится, разрушить, и она вам не мешала, берите новую страну, у вас будет новый опыт, по новой цене, и не будет того вот ощущения, это первое. Второе, постарайтесь выбирать не ценой, в первую очередь, а по тому критерию, что хотите вы, потому что, если мы сейчас реально посмотрим назад, мы его время в любом случае не вернем, доллар не вернем, евро не вернем, цены тебе не вернем, и ничего мы не вернем, сейчас все равно все по-другому, и отталкивайтесь с того, чего хотите больше вы, а исходя из этого, уже начинайте подыскивать под себя варианты, и когда вы будете понимать, вот это то, что надо, как правило, в жизни всегда так бывает, вот человек ищет какую-то вещь там нужную, и вот, о, то, что надо, и вот так бывает, и вот в этот момент уже не жалко никакую сумму заплатить, и ты понимаешь, что это и цена, и качество, и вот то, что я хотел, и опять же, примером своих туристов придут, так часто и бывает, туристы приходят, смотрят, о, это то, что надо, и мы выбираем, и берем, и тогда нормально, этого ощущения не возникает, и вот такой еще момент, перед тем, как я вам расскажу свой лайфхак, который уже очень много лет я наблюдал, и сейчас вы о нем узнаете, перед этим скажу, что есть такой вот нюанс, люди покупают туры, мы сейчас говорили о дешевых турах, там, о горящих турах, о бюджетных турах, и всякое разное, но люди покупают, как показала практика, в тот момент, когда туры растут в цене, а не когда падают, потому что, когда цена падает, все думают, еще подождем, еще подождем, еще подождем, а потом все ушло, и тут возникает вопрос, ну, значит, не судьба, и я поеду, да, никуда, вот, так что, здесь важный момент, не упускать момент, и если тур стоил какую-то цену, и цена стала ниже, надо брать, и не надо думать, а вдруг будет еще дешевле, еще, ну, вы сами себе прикиньте, ну, будет и будет, ну, и что, а если вообще в отпуск не поедете, и здесь, опять же, дам совет, те, кто жестко планирует даты по отпуску, не надо вот за этой штукой гнаться, потому что можно вообще ни за чем не догнать, вот, соответственно, вы выбрали даты конкретного отпуска, они у вас четкие, выбрали цену, посмотрели, я вот, например, для своих туристов всегда говорю, адекватно, неадекватно, альтернативы предлагаю, у нас часто бывает, так что, люди приходят за одним, а мы смотрим, выбираем другое, это другое бывает еще лучше, приведу пример из своей жизни, когда-то давно-давно я занимался машинами, я помню, что ко мне приходили люди, говорят, так, я говорю, какую машину хотите, я хочу Toyota Corolla, цвет серебристый, полный пакет, но уходили они всегда не из Toyota Corolla, например, с Nissan T-ID, да, и другого цвета, и понимали, что она в большей комплектации, с меньшим пробегом и лучше, здесь так же бывает, люди приходят, например, на Турцию, смотрят, что за деньги они покупают так себе отели, я говорю, а что, давайте Эмираты посмотрим, там классные, крутые отели, и ценник такой же, да вы что, я говорю, ну да, все, и мы бронируем Эмираты, вот, ну и другие направления, в общем, так очень часто бывает, не надо зацикливаться, надо просто понимать, чего вы хотите, пытаться нарисовать себе какую-то картинку, а я эту картинку вашу разверну и постараюсь максимально под нее подобрать вам Турк, вот так, друзья, и идем теперь к тому моменту, возможно, кто-то его уже слышал из моих подписчиков, из моих туристов, я очень часто про это разговариваю по телефону, но вот здесь я решил отдельно поделиться, итак, друзья, как ездить все-таки выгодно, вообще выгодно, максимально низкие цены ловить, как это сделать, друзья, здесь на самом деле для меня все очень просто, но почему-то всегда для туристов это какая-то новость, во-первых, друзья, нужно выбирать места с низким, не места, а времена с низким спросом, сезонностью, давайте пробежимся кратенько по этому всему, во-первых, начинаем, я начну, сейчас у нас лето, давайте начнем с сентября, первый момент, когда можно сэкономить, это период 1 сентября, к 1 сентября средства цены падают, обычно в диапазоне с 10 до 10, с 1 по 10 августа примерно начинаются прогнозы у операторов, что будет на 1 сентября, они начинают потихоньку корректировать цены, с вылетами на 25, 26, 24, в общем с захватом 1 сентября, не 1, 2, 3, а с захватом 1 сентября, конец августа, в это время, как правило, всегда бывают дешевые цены, они всегда проваливаются, это самый главный период, поэтому если вы имеете в расположении эти даты, едьте в это время и вы классно сэкономите, мы с семьей частенько так делаем и другим рекомендуем, я понимаю, что 1 сентября надо отправить в школу, но пусть на меня учителя не обижаются, ничего страшного, если там пару дней прогуляем в школу, ничего там, ребенок особо не потеряет, зато возможно вообще бы не поехали на море, а так ребенок побудет на море, да и вы тоже, собственно. Второй период, и наверное правильно говорить, что когда будет дорожать, будет дорожать в октябре-ноябре, период школьных каникул, все начинают уже, как говорится, входить в рабочую колею, уже впереди новый год, и вот эта вся дата, октябрь-ноябрь, самые дорогие месяца, плюс наступает высокий сезон по Азии, по Эмиратам, по Египту и так далее, в это время все начинает дорожать. Еще дешевле бывает иногда, это вторая половина сентября, она плавающая, обычно 1 сентября все дешево, как говорится, съездили, потом начинается опять рост, но там бывают иногда подвижки, вот сентябрь можно половить вторую половину, иногда бывают цены такие плавающие, да, бывает что-то поднялось, что-то упало, это как вот говорили, опускают цену, подняли цену, да продали цену, вот такая динамика будет в сентябре, соответственно октябрь-ноябрь ждать дешевизны не стоит, бесполезно, не будет ничего дешевого, потому что самые топовые месяца для операторов, на эти месяца больше всего зарабатывают, это самое дорогое время, еще школьные каникулы, не забывайте, что они по России размазанные у всех, поэтому нет смысла даже на это время ждать каких-то горящих и дешевых предложений, заранее покупать надо это время. Дальше у нас идет новый год, но перед новым годом есть декабрь, декабрь всегда падение цен на все направления, всегда и даже на билеты по городам России, всегда падение цены, декабрь месяц всегда дешевый месяц, особенно с вылетами, которые заканчиваются перед новым годом, то есть с прилетами точнее 30, 31 декабря, 29, вот все эти даты в декабре они практически плавают и практически все дешево, потому что люди уже отдохнули, а большая часть на школьных каникулах, отпусках и дальше уже готовятся к новому году, поэтому вот декабрь месяц ловите, записывайте, смотрите заранее, опять же не забывайте диапазон где-то 3 недели и вот в этом диапазоне надо смотреть назад, если мы говорим там о середине декабря, начинайте смотреть в конце ноября, обычно цены уже на декабрь есть классные, соответственно новый год понятно, здесь все дорого, все дорого, дорого, дорого и дешевого ничего не будет, новый год надо бронировать заранее однозначно, дальше второй период, новый год прошел, январь месяц наступил и еще февраль не наступил, а вот этот промежуток там образно с 15 января по 31 января, вот в этот промежуток надо именно вернуться без захвата февраля, тоже самые максимально низкие цены, как практика показывает очень дешево стоит Египет, потому что там еще и не сезон, рейсы стоят и поэтому Египет в январе стоит это очень и очень дешево, ну и не только, Таиланд на дешевизну в этом месяце, в это время не стоит рассчитывать, в том году он вообще не провалился нисколько, а вот другие направления немножко могут провалиться, особенно зимняя Турция очень дешево, Стамбул, Анталийское побережье, бассейны с подогревом, там плюс 20-15 градусов, классно можно очень отдохнуть и прям вот зимняя Турция отдельно совет даю, у меня на канале есть пару видео, посмотрите, это вообще очень отдельная другая история, где можно покататься, увидеть много и очень-очень бюджетно отдохнуть, вот для тех, кто хочет, это прям то. Февраль-март, никаких дешевых цен, даже забудьте, не думайте об этом, покупать надо все заранее, вся Азия, опять же Эмираты, Египет, до конца марта это все будет ценный космос, бронируйте обязательно заранее, иначе все будет очень дорого, ничего гореть там не будет. Следующий период это апрель месяц, вторая половина апреля всегда дешевеет перед майскими праздниками, это почти как новый год, то есть к майским все уже понакупили, все готовы ехать, а вот этот хвостик он не продается, плюс там начинается начало сезона Турции, только-только рейсы поставили, они еще дешевые, плохо загружаются, тоже цены дешевые, но это не только по Турции, мы говорим практически по всем направлениям есть такой провал. Соответственно майские праздники тоже дорогие, всегда надо брать заранее однозначно, и идем дальше, у нас соответственно вторая половина мая, примерно как январь, вторая половина, никто никуда не едет, все отдохнули на майских, тут начинаются выпускные, школьные каникулы вот-вот будут, как бы надо закончить год, по-любому надо закончить год, да, как бы все это знают, и школьникам, и всем остальным, здесь уже никак 1 сентября не прогуляешь, надо заканчивать вроде, и соответственно цены уходят просто вниз, как всегда, вторая половина мая, на заметку, бюджетным путешественникам, это для вас, но я понимаю прекрасно, друзья, что не у всех есть возможность, но другой возможности сэкономить у вас не будет, вот только так и никак по-другому, соответственно, те люди, которые говорят, ой, а мы вот как-то ездили, хоп-хоп и купили, а давайте вернемся, когда вы купили, какой-то был месяц, и всегда оказывается это вот такие даты, да, мы не берем сейчас какие-то форс-мажорные ситуации, там геополитические, да, в эти моменты тоже какие-то были провалы, но они как бы пандемийные, все эти штуки, которые были, да, там были какие-то подарочные варианты, но тем не менее, вот эта закономерность, она, я вот сколько лет работаю, она так и идет. Лето, самый высокий сезон, практически везде, исключением Азия, но в этом году Азия по цене не провалилась и прекрасно грузилась вместе со всеми направлениями. Дешевле летом будет Египет, дешевле летом будут Эмираты, поэтому если вы смотрите на Турцию, Египет и Эмираты, обязательно сравнивайте все три направления, потому что может получиться, что можно в крутейшем отеле, например, Интеркотиненталь отдохнуть, Растри Хайми прекрасный отель за деньги, которые будут стоить какая-нибудь четверочка в Турции, а по уровню вообще не сравнится. Вот так вот, друзья, ну и мы снова подошли к сентябрю, и вот так у нас по кругу идет каждый год, так что вот такой вот вам совет, друзья, если кто не запомнил, вы можете пересмотреть, у меня даже в телеграм-канале есть такая статейка на тему, я тоже там это описывал, отправлял, так что, надеюсь, тот, кто не знал, как сэкономить, теперь вы уже во всеоружии знаете как. А смотреть туры вы можете на моем сайте georgiev.travel, переходите туда, можете просто в поиске написать georgiev.travel и найти мой сайт. Там есть все туры от всех туроператоров, все сборы у меня уже установлены, никаких дополнительных плат тем нет, та Турция, которая продается, она продается с топливными сборами, Эмираты со всеми там сборами, соответственно, все видно, все прозрачно, если что-то вдруг не нашли, не увидели, всегда можно написать мне напрямую на WhatsApp, он здесь также ниже под видео есть, и, соответственно, вы можете просто позвонить. Ну, обычно люди пишут, так будет с тобой удобнее, потом мы голосовыми обменимся, голосовыми, кстати, можно, не частенько, можно голосовыми общаться, нужно голосовыми общаться, потому что можно написать предложение так, что ничего не понятно, знаете, нет эмоциональной окраски предложения, не понимаешь. А когда поговорили голосовым или созвонились, гораздо лучше. Так что вот так, друзья, надеюсь, это видео для вас было полезно, я даже не надеюсь, я уверен, оно было полезно, потому что эта информация даже сама мне всегда пригождается, я сам всегда и пользуюсь, она наработанная годами, опытом, какая-то информация дополняется, еще раз напомню, телеграм-канал у меня, там всякие новости оперативные выкладываю, кто-то хочет ничего-то не пропустить, что-то новое узнать, я там всегда пишу. Ну все, друзья, жду вас за турами, с вами был Павел Георгиев, компания Георгиев Тревел, увидимся в следующих видео, подпишитесь, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok